Контроль за соблюдением мер безопасности на самарских предприятиях снова усилят. Это связано с ростом числа заболевших COVID-19. На входе у сотрудников каждое утро должны замерять температуру и контролировать наличие медицинских масок, а также проводить влажную уборку помещений и обеспечить персоналу доступ к антисептикам. Соблюдаются ли эти меры, будут проверять сотрудники Роспотребнадзора и районных администраций. Мы говорим о соблюдении масочного режима. И министр здравоохранения, и Роспотребнадзор говорят, что это действенные меры. Поэтому мы ужесточаем контроль масочного режима на всех объектах. Собственно, ежедневный контроль проводится как управляющими компаниями, управляющими микрорайонами, районными администрациями и департаментами городскими. О новых мерах контроля говорили на заседании оперативного городского штаба по противодействию распространения коронавируса под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Вместе с руководителями городских департаментов и главами районов обсуждали исполнение уже привычных мер. В Самаре продолжают дезинфицировать общественные пространства и подъезды жилых домов специальными растворами. Они закуплены в достаточном количестве. Работу в жилых домах контролируют сами жители с привлечением районных властей. У нас настроена такая работа. Старшие по домам подписывают акты, которые направляют нам для еще одного уровня контроля. В администрацию мы отсматриваем, какие подъезды продезинфицированы сегодня или завтра. И если этих актов нет, то мы уже высылаем туда такую группу реагирования. Каждый день дезинфицируют и общественный транспорт. Хлор с содержащими растворами обрабатывают все автобусы, троллейбусы, трамваи и вагоны метро перед каждым выходом в рейс. Организован постоянный контроль здоровья кондукторов и водителей. Во время движения специалисты проверяют соблюдение пассажирами масочного режима. Тех, кто не имеет защитного средства, просят покинуть транспорт. Мы ежедневно будем продолжать контролировать общественный транспорт с привлечением сотрудников добровольно-народной дружины, с привлечением работников транспортных предприятий, естественно, департамента транспорта. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к нашим пассажирам и попросить понять нас. И, соответственно, понять, что это делается для их блага, для того, чтобы мы вместе быстро пережили вот эту волну коронавируса. Масочный режим также продолжают контролировать и во всех объектах потребительского рынка – торговых центрах, магазинах, аптеках. И продавцы, и покупатели должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. В образовательных учреждениях организован ежедневный контроль термометрии воспитанников и сотрудников. Отчитываться о проделанной работе по дезинфекции и результатах контроля участники штаба будут ежедневно, пока количество заболевших не станет стабильно снижаться. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События.